Все святыни протирают спецсредствами каждый час, тщательно моют полы и двери, дезинфицируют ручки и все, что есть в храмах. Целовать или нет святыни – дело личное, но в период карантина советуют от этого воздержаться. Есть пословица такая о том, что на Бога нужно надеяться, но самим нужно не плашать. И, конечно же, здесь в каждом храме, кроме молитвы, также поддерживаются и совершаются все необходимые меры, принимаясь по дезинфекции. В частности, в нашем храме после каждого богослужения и также в течение каждого часа проводится дезинфекция всех икон, всех киотов, дверных ручек, всех поверхностей. Проводится влажная уборка для того, чтобы, конечно же, исключить любую возможность какого-либо контакта с заболеваниями, с вирусами и так далее. Богослужения в храмах будут проходить преимущественно за закрытыми дверями. Священников обяжут составить график для прихожан, чтобы сосредоточить их в течение дня. О таких решениях Центрального Синода сообщили представители Одесской епархии во время встречи с одесским мэром. Богослужения чаще всего будут проходить при закрытых дверях, но в течение дня люди могут приходить в храм, где им будет предложено индивидуальное участие в Таинстве Исповеди и индивидуальное приобщение Святых Христовых Таинств. Есть таковая практика заготавливания даров специально для больных, она используется в обычные дни, а в эпидемии она используется для всего общества. Эти люди будут по 10 человек запускаться в специальные отведенные помещения внутри каждого храма, где им будет индивидуально священник уделить внимание на исповеди. За круглым столом представители различных вероисповеданий – католицизма, иудаизма, ислама и других конфессий. Мэр Одессы обратился к духовенству с просьбой предоставить места для временного размещения сотрудников медучреждений, которые живут за городом. Вчера мы решали вопрос, выделяем транспорт для того, чтобы подвозить людей сюда. Но в случае массового, не дай бог это случается, никто, естественно, куда-никуда уже ездить не будет. Поэтому мы сейчас ищем место, где бы можно было создать условия для жизни медперсонала. Не больных, не инфицированных, а медперсонал. Пока карантин продолжается в храмах Одесской области, по благословению митрополита Агафангела, ежедневно проходят особые молебны, призванные остановить распространение недуга. Но спрогнозировать, когда болезнь отступит, и получится ли провести в полном масштабе празднование Светлой Пасхи, пока сложно. Такое решение будет принято позже. Мы все-таки надеемся на милосердие Божие. У нас еще пока как бы первая только стадия этой эпидемии. Мы надеемся, что на этом все и закончится. А если уже будет, не приведи Господи, ухудшение положения, то будет принято отдельное синодальное решение по поводу проведения праздников Пасхи и связанных с Страстной Седмицей дней. Несмотря на карантин, весна вступает в свои права. Уже в четверг температура на улице достигала плюс 15 градусов. Во дворе храма святой Татьяны рассвел мох. По словам священников, это Господь готовит ковер для верующих к празднику Светлой Пасхи. Будем верить, что к этому празднику эпидемия коронавируса отступит. Дмитрий Богомолов, Василий Базовлук, Владимир Ивжич, телеканал Репортер.